Как вам всем известно, в Украине произошел антиконституционный переворот и вооруженный захват власти. По сей день законом о прокуратуре, статья 4, основной задачей прокурорского надзора за соблюдением законов является защита от неправомерных посягательств социально-экономических, политических, личных прав и свобод граждан, основ демократического устройства государственной власти. В статье 5 Конституции Украины предусмотрено, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, я повторяю, единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Право определять и изменять конституционный строй Украины принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством либо должностным лицом, неважно каким способом и образом они пришли к власти, в том числе и через кровь. Кровь. Никто не может узурпировать государственную власть. Сегодня мы не имеем морального права перед людьми быть в стороне и принимать то беззаконие и попустительство радикально настроенных групп, диктующих условия жизни нашего народа. Поэтому с сегодняшнего дня прокуратура Автономной Республики Крым работает в полном объеме в интересах народа Крыма, защищает его интересы, законные интересы и предоставленные Конституцией основным законом государства права. Для этого я сегодня была назначена на должность прокурора Автономной Республики Крым, чем благодарна Совету Министров Автономной Республики Крым и буду выполнять свои должностные обязанности так, как прописано законом Украины. И прокуратура будет отстаивать интересы и права только народа. У меня все. Вопросы есть? У вас состоялось? Вечером вы общались? Да, только что было представление. Сотрудники прокуратуры находились в этом зале. Меня всем представили. Работа возобновлена. Работаем в общем порядке, в усиленном режиме. Поскольку нужно очень большую работу провести. Поскольку, как вам известно, 16 марта будет референдум. Все в порядке. Прокуратура работает. Координационная функция между правоохранительными органами налажена. У нас сегодня было и совещание, координационное совещание с силовыми блоками и с правоохранительной системой. В целом это и министр внутренних дел Крыма был, и председатель службы безопасности Украины, и председатель апелляционного суда Автономной Республики Крым. Так что все работают. Все хорошо. Коллектив собран, коллектив работает. Предыдущий коллектив, все граждане, которые находились здесь ранее, те и работают. Какие-либо кадровые изменения, которые будут происходить по мере поступления желания, либо нежелания работать в органах прокуратуры Автономной Республики Крым, будут решаться и определяться по мере их поступления опять-таки. Первоочередная задача это наладить нашу работу, которая была испорчена, к сожалению, событиями в Киеве. Возможно ли ситуация в том смысле, как я понимаю, что практически прокуратурой Республики Крым осталось единственным ключом, который исполняет законы, который не подчинился государству Украины? Нет, на территории Автономной Республики Крым соблюдаются законы, и они никак не были подвергнуты и в настоящее время не допущены нарушения закона на территории Автономной Республики Крым. Я в том смысле, что на остальной территории Украины? На остальной территории Украины? Это та территория, которая не принадлежит и не подвластна прокуратуре, в том числе и правительству Крыма. Поэтому все, что там происходит, вы сами прекрасно видели и видите, и многое не видели и не видите. То, что происходит в Киеве и в других областях, это происходит, это просто хаос. И каким правовым полем это регулируется, я такого правового поля не знаю. Я там с самого первого дня все видела. Это действительно беспредел. Причем беспредел, который привел к крови, к массовой крови. И довольно-таки спокойно к этому относится руководство страны, Украины. Причем из украины без riding. Продолжение следует...